Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко и в этом видео хочу поделиться с вами новостью, которую возможно уже слышали многие любители шахмат. Так вот, новость состоит в том, что недавно, 18 августа 2021 года, умер известный советский российский шахматист, гроссмейстер и очень известный теоретик, кроме всего прочего, это Евгений Ильинович Свешников. То есть это человек, который внес огромный вклад в развитие теории, в частности, особенно теории, конечно же, сицилианской защиты и более того, Челябинский вариант, который он разработал, имеет даже название англоязычной литературой, как раз таки вариант Свешникова. Вот, и, конечно же, действительно, это знаковая фигура для мира шахмат, вот, и, конечно же, его партии действительно служат уроком для тех, кто хочет научиться лучше понимать, прежде всего, именно сицилианскую защиту. Хотя, на самом деле, в других дебютах он тоже, в общем-то, очень много чего нового внес, в частности, допустим, он развивал и французскую защиту, вариант с ходом Е5 и многие другие дебюты тоже. Вот, ну и сегодня хочу показать одну из, на мой взгляд, довольно интересных партий для Свешникова. Партия против тоже известного советского шахматиста, против Ефима Геллера. И, конечно же, она сыграна в Челябинском варианте, либо же варианте Свешникова. Ну и давайте ее с вами посмотрим. Партия интересна тем, что, хотя она игралась более 40 лет назад, но, тем не менее, теория в данном варианте, она актуальна и по сей день. И вот подобные позиции, которые, в общем-то, получаются из челябинского варианта, они встречаются регулярно и сейчас в практике красмейстеров. Итак, Е4, С5, перед нами пока просто Сицилианка, то есть непонятно, что будет дальше. Ну, дальше белые играют принципиально, к слову, белыми играл Гейдлер с черными Свешников. Вот, ну и здесь Гейдлер проводит план с коней в 3 и D4. Конечно же, это самый амбициозный план за белых. Итак, что же дальше? Дальше конь F6, конь C3 и E5, то есть после хода E5 у нас, по сути, уже начинается челябинский вариант. Далее последовало конь B5, это основной ход данной позиции, черный краю D6, далее слон G5, A6, конь A3, B5. В этой позиции у белых есть два основных хода, это или слоны F6, или конь D5. Вот, ну и Гейдлер играет конь D5, то есть конь D5 такой более спокойный ход. После хода слона F6 чаще возникают более острые позиции. Итак, конь D5 последовал данной позиции, далее слон E7, слон F6, слон F6, C3, рокировка, конь C2, то есть все это встречалось уже не просто десятки или сотни тысяч раз на практике. Опять же таки повторю, что данный вариант по-прежнему актуален, его по-прежнему играют на топ уровне. Многие красмейстеры применяют челябинский вариант за черных, в частности тот же Нагус Карсон тоже его любит. Вот, ну и свечников здесь сыграл пока слон G5, то есть идея простая уйти от разменов, по крайней мере на поле F6. Также берется под контроль поле E3, и конечно же черные хотят провести свой основной план данной позиции, это F5. F5 мы совсем скоро с вами увидим на доске. Итак, далее А4, то есть пока у черных нет времени на ходы F5, потому что провисает пешка на поле B5, поэтому приходится меняться. Ну и здесь А5, тоже важный ход, чтобы пешка на А6 нигде не висела, ну и также мы затрудняем белым продвижение хода B4, например. Ну и в принципе берем под контроль поле B4. Ладья С4, ладья B8, нападая на пешку B2, поэтому B3 тоже тут выбора нет. И король H8, тоже понятное решение, думаю, что все уже поняли зачем. Конечно же черные хотят сыграть F5, и идея в том, чтобы король ушел от противостояния с белопольным слоном белых. Поэтому король H8 здесь хороший и сильный ход, далее белые все-таки заканчивают развитие на 17-м ходу, делают такие рокировку. Но с другой стороны важно понимать, что в таких позициях более-менее спокойных, где центр заблокирован, очевидно, что в общем-то рокировку можно делать чуть-чуть позже, чем мы привыкли обычно. То есть не делать ее в первых ходов 10, а ходу на 15-м, 17-м, даже 20-м иногда ее сделать будет вполне нормально. Но тем не менее черные здесь подрывают центр, играют F5, и после E в слон F5 в этой позиции хочу показать вам один интересный вариант, который, опять же таки, встречался уже неоднократно на практике кроссмейстеров. Ну, на самом деле у белых тут большой выбор, то есть позиция не самая, может быть, топовая и форсированная, но покажу вариант с ходом конца E3. То есть так играют очень часто. В чем идея такого хода? Ну, пока конь переводится на более сильное поле, плюс белые хотят сыграть кони F5, поменяться легкими фигурами. Поэтому черные здесь играют слон G6 пока, ну и далее слон D3, то есть все-таки белые выменивают сильного белопольного слона черных. Но, однако, черные тоже понимают, что это стратегии шахмат, и понимают, что у них слон на поле G5 стоит вроде бы и активно, но с другой стороны не очень полезно. Поэтому слон D3 именно так обычно здесь играют, и все-таки идея поменять чернопольного слона, затем поменять ладьи, ну и ладьи B3. То есть черные играют ладьи B3, и после этого хода у них лишняя пешка, но, конечно, как вы сами понимаете, все далеко не так просто. У нас теория еще продолжается, и у черных тут есть одна серьезная проблема, это слабость 8-го ряда, за которой, конечно же, нужно везде считаться, потому что в данном случае пока ферзь привязан к полю D8, ну и прежде всего привязан к 8-ому ряду как раз-таки. Где C4 играют белые, черные на контратаку играют ладьи B5, ну и здесь конь C7, еще один ход на контратаку, ну конь C7, конечно же, это не подставка, после ферзи C7 как раз-таки последует тот самый мат по 8-ому ряду. Именно поэтому конь C7 это хороший сильный ход, ну и здесь в нескольких партиях была зафиксирована ничья после конь C7, ладья B6, конь D5, ладья B5 и так далее. То есть вот так вот несколько партий гроссмейстеров, в частности Касымжанов, так играл, они закончились именно подобным образом. Вот, ну сейчас, конечно же, мы понимаем с вами, что теория развивается семимильными шагами, она постоянно меняется, и вот такие форсированные линии с компьютером находятся в домашней подготовке, и часто гроссмейстеры просто при хорошем знании теории, в общем-то, могут уже на выходе из дебюта, либо в митетшпиде, в таком довольно раннем, уже повторить ходы, например, подобным образом. Вот, но в партии Срешникова, конечно же, не было еще такой сильной подготовки, хотя уже и здесь сделано не так мало ходов, а именно 18 ходов, и эта партия тоже, конечно же, была ориентиром для многих людей, которые изучают челябинский вариант. Вот, ну и Гейдлер вместо хода конь E3 сделал тоже хороший сильный ход, ферзь E2. Итак, ферзь E2, далее ферзь D7, конь все-таки перешел на поле E3, слон E6, уходя от разменов, и ладья D1. Ладья D1 компьютер считает микро-неточностью, на самом деле ход вполне нормальный, то есть ход H3, который предлагает движок, тоже вполне вероятный здесь, и тоже, конечно же, можно играть и так, но с другой стороны, ладья D1, опять же таки, не может быть плохим ходом, это вывод ладьи на полотвитую линию, давление на пешку D6 в перспективе, тоже ход идейный и логичный. Итак, ладья D1, далее слон D8, выводя пока слона назад и контролируя много полей, там поле C7 в частности, а ладья A2, ферзь переходит на поле F7, далее последовало ферзь D3, вот, черные играют ферзь H5, то есть у черных идей здесь как-то попытаться все-таки цитать давление на королевскую флангу и начать атаку как раз-таки на белого короля. Вот, ну, опять же, атака, она хоть и возможна, но не так уж и просто ее будет развить, и, допустим, вот здесь движок предлагается как ладья E1, и по-прежнему дает совсем небольшой наперевес вот таки именно белым, хотя по факту эта позиция примерно равная, но белые, то есть Геллер здесь сыграл конь F1. Ход очень такой прочный и надежный, ну вот тоже, опять же, если смотреть по движку, то движок считает этот ход микро неточностью. Тем не менее, на самом деле здесь позиция белых вполне нормальная. Ну и далее начинается все очень интересное, то есть свежий как войдет в атаку, начинает активные ходы с помощью E4. Ну, бить пешку на E4, конечно же, не очень хорошо, там провисает ладья на поле D1, поэтому ферзь C2, вводя ферзя таким образом, чтобы ферзь защищал ладью на D1. Далее СНH4 угрожает пешке на поле F2, поэтому конь G3, далее во смене на поле G3, ну и здесь конь E5. Очень активный ход. После хода конь E5, естественно, что черные обязаны будут просчитать последствия хода конь F4, который, безусловно, напрашивается, который Гейлер, конечно же, сделал. Конь F4 это двойной удар на ферзя. И на слона, при том, что слон еще и подвисает с другой стороны, то есть нападает на слона не только конь, но и слон. Именно поэтому здесь белые, в общем-то, должны были видеть, что черные сыграют ладья F4, что в партии последовало. Ладья F4, конечно, развешников здесь сыграл, и это самый сильный ход данной позиции. Итак, ладья F4, GF, играть, конечно же, тоже нужно, выбора тут нет. И далее конь F3. Начинается феерия, то есть начинается игра с множеством жертв. Тем не менее, здесь, конечно же, все не так тоже просто. То есть конь F3, GF, слон за 4. И вот тут тоже хочу показать интересный вариант, который вполне мог состояться в партии, причем вариант, как часто и бывает, форсированный, долгий, но приводит, тем не менее, к ничье с помощью вечного шаха. Итак, я про вариант, конечно же, с ходом BC. Это вариант очень принципиальный, и естественно, что мы его обязаны посмотреть. Итак, BC, черные играют в EF, создавая сильные угрозы для белого короля. Тем не менее, здесь у белых не все так уж и плохо, анимат пока не получает. И есть много ходов, в частности, ладья F5, это одно из самых сильных, что есть у белых. В этой позиции, конечно же, черные могут сыграть просто F5, но тогда их атака уже замедляется, потому что ферзь далеко уходит от белого короля. Ферзь E5 возможный ход, но, пожалуй, не самый принципиальный. А более принципиальное, это, конечно же, в общем-то, ферзь E4 и попытка поставить мат сразу, либо при случае выиграть какой-нибудь крупный материал типа ферзя. И опять же таки, все это очень хорошо в теории, но на практике черным не хватает форточки типа хода H6, и из-за отсутствия форточки все это не работает. Давайте посмотрим, почему. Ну что ж, пока король F1, ферзь E2, король E1, это все форсировано. Далее ладья E8, король D2, тут тоже выбора особо не было. Далее ладья E2, король D3, ферзь E6, король D4. Ну и вот здесь как раз таки сказывается проблема восьмого ряда, потому что на любое взятие, как ладья C2, так и ферзь C2, черные просто получают мат. То есть если мы съедим ферзя, то получим неприятный шаг ладья E8, в следующем ходе он будет мат. То есть вариант очень простой, но тем не менее показать его тоже нужно. То есть именно из-за этого не работает вся эта прошлая тактика. И в этой позиции ничего лучше у черных, чем вечный шаг, уже нет. То есть приходится ставить вечный шаг. Если вечный шаг не ставит, тогда все-таки у белых лишняя ладья и материальный перевес скажется. Поэтому приходится играть подобным образом и заканчивать партию ничью. В общем, такая была идея у белых. Не знаю, все это они видели или нет. Ну, возможно, видели и не хотели ничьи, а хотели сыграть на победу. Поэтому слона они не собрали и сыграли ферзь E4. Тоже логичный и сильный ход. То есть теперь после хода ферзь E4 у черных нету этой мощной пешки, которая, безусловно, создавала большие проблемы для короля. Итак, ферзь E4. Теперь уже слон, конечно же, не теряется. Черный играет слон B3, нападая на пару ладий. Но, однако, тоже не все так просто. Белый играет ладья B1, и теперь слон не может уйти из-за потери ладий на поле B8. Поэтому последовало ладья E8 в промежуток. Дадья ладья A5, D5, закрывая, соответственно, линию пятую от нападения ладьи. Ну и тут в этой позиции ошиблись. Ошиблись белые. То есть нужно было сыграть либо ферзь E8, либо можно было сыграть ладья B3. Оба хода были нормальными, но ладья E1 это клубая ошибка. Покажу оба варианта. Допустим, ферзь E8, если тогда получается соотношение материала это ферзь против двух ладей, ну плюс там несколько пешек еще есть, как у белых, так и у черных. Ну и эта позиция объективно равная, потому что здесь черные ставят вечный шаг, то есть на больший рассчитывать сложно, но тем не менее, вечный шаг у них здесь есть всегда. Это первое, что было у белых, если они хотели не проиграть, но в данной позиции уже речь идет про то, что белые рискуют проиграть. Вот, ну и второе, это ладья B3. Да, вот вместо ладья E1, который был в партии ход, ладья B3. Ладья B3 была намного сильнее. И теперь идея в чем, что плохо играть, конечно же, ДЕ из-за ладья на поле H5, и в этой позиции черные остаются без ладьи, и проигрывают. Но можно сказать ладья E4. Ладья E4, ладья A8, ладья E8, и здесь кажется, что уже белые проигрывают, потому что после размены ладьи будет ферзь против ладьи, но тем не менее, находится у белых сильный ход ладья B на B8, и выясняется, что в этой ситуации уже черные под большой, скажем так, неприятной угрозой, то есть ладья E8 это очень мощный ход, от которого нет хорошей защиты у черных, но тем не менее, у черных есть лучшая защита, а именно нападение. То есть черные ставят вечный шах, и от вечного шаха у белых, здесь как видно, защиты нет все-таки. Ладья с E8 не пускает короля на линию Е. Так что все могло именно так и закончиться, но тем не менее, черные либо чего-то не увидели, вернее, белые чего-то не увидели, либо, возможно, недооценили атаку соперника, и стрекали ладья E1. То есть ладья E1, а это уже грубый зевок, дело все в том, что в этой позиции черный играет ферзь E6, это очень сильный ход, после которого партия и закончилась. То есть в чем суть данного хода, что если просто уйти королем, то тогда уже будет ход до ей, теперь ладья на поле H5 не съедает ферзя, то есть ферзь не провисает в этой позиции. Если же в данной ситуации, после хода ферзь E6, поменять ферзей, что, конечно же, сильнее, и что более очевидно, то тогда последует в начале шах ладья E1, важный, ну и на уход короля, допустим, на G2 мы играем HG, то есть съедаем ферзя, в итоге остается здоровый лишний слон у черных, и, конечно же, тоже выигранная позиция, но и важно, что после хода HG мы не только съели ферзя, но и открыли поле H7 для своего короля. Так что такая вот интересная и красивая партия в Челябинском варианте, либо в варианте Свешникова, поэтому, опять же таки, если вас интересует теория социалянки, то советую обратиться к книгам Свешникова, к его партиям, посмотреть, как играли другие сильные шахматисты, вот, и, соответственно, думаю, что действительно это вам поможет для лучшего понимания подобных позиций, потому что реально Свешников внес огромный вклад в теорию дебютов, в частности, теорию исцелянской защиты. Ну что ж, надеюсь, что это видео вам понравилось, спасибо всем, кто его посмотрел, и до скорых встреч в новых видеороликах.